Платформа ОКО 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 Крыльев, Глушенков и Пеняев. Так вот, голкипер в запасе и нападающий Глушенков также попал в заявку на этот матч. Но я не вижу полной заявки на эту игру Пеняева. Хотя успел уже узнать. Кстати, хочу поблагодарить за помощь подготовке репортажу нового плесаташе «Локомотива» Артема Загуменова. Он много мне дал фактуры, скажем так, для этого репортажа. Снабдил, причем заранее стартовыми составами играющих сегодня команд. Еще раз говорю спасибо. Ну и к тому же, подчеркиваю со слов прессаташе, с Пеняевым все в порядке, вливается в коллектив. И у него еще будут возможности и не одна сыграть и выйти за «Локомотив» на предсезонных сборах. И сделать так, чтобы он уже стал в дальнейшем в официальных матчах игроком, твердым игроком основы. На это у него есть, как говорится, все шансы. Потому что игрок, несмотря на свой юный возраст, очень и очень талантливый, уже сыгравший за сборную России. К составу ташкентской команды. Вратарь, 32-й номер, Сухроб Султанов. Далее полевые игроки. 29-й, Музафар Алимжонов. 6-й, Авазбек Ульмасалиев. 4-й, Добраджон Эргашев, капитан команды. Самый возрастной игрок. И к тому же, мы его помним по выступлению за сборную Таджикистана. А сборная Таджикистана не так давно соперничала с нашей национальной командой. 5-й номер, Ясур Якубов. 18-й, Наримжон Ахмаджанов. И если я не ошибаюсь, если все правильно я проверил перед началом этой встречи, то это совсем юный игрок, ему 17 лет. Он выходит сегодня в стартовом составе. 7-й, Акбар Исматулаев. 34-й, Сухроб Изатов. 10-й, Расул Юлдошев. 17-й, Игорь Иванович. Это новичок команды. Черногорец, имеющий опыт выступления за национальную сборную своей страны. Успел он поиграть и в таком чемпионате, как чемпионат Азербайджана. 15-й, Исурбек Хакимов. Главный тренер. Я смотрю в протокол и вижу, что... В той строчке протокола, где указано имя и фамилия главного тренера узбекской команды, значится Химаджон Хашимов. Хотя вот в других источниках можно увидеть, что тренером Бунеткора считается Иван Бошкович, Черногорец. Мы не знаем, то ли в последнее время произошли какие-то изменения на тренерском мостике Бунеткора. Но, во всяком случае, еще раз подчеркиваю, в протоколе значится, что главный тренер этого клуба Хакимаджон Хашимов. Команды приветствуют друг друга. Локомотив в своей традиционной зелено-красной форме, в белой форме будут играть футболисты узбекского клуба. Последние приготовления. И сейчас мы с интересом станем с вами смотреть за первой контрольной встречей локомотива на этих сборах. Я сказал о том, кто пришел в локомотив Пеняев, Глушенгов и Лантратов. Кто ушел. Уже известно, что в аренду отправились Педро и Едвай. Едва отправился в Угненные Арабские Эмираты, но а бразилец полетел на родину в Сан-Паул. Естественно, будут еще новые игроки в локомотиве. Нет никаких сомнений. Возможно, и потери. Очень много разговоров сейчас вокруг капитана Лока Дмитрия Баринова. Ведутся переговоры с турецким Бешекташем. И Бешекташ заинтересован в футболисте локомотива и сборной России. Но пока идут торги. Естественно, локомотив, если уж и решился расставаться с Барину, хочет получить достойную сумму, достойные деньги. В свою очередь, Бешекташ пытается эту сумму сбить. Поэтому пока говорить о том, что Баринов игрок Бешекташа, ни в коем случае нельзя. Баринов по-прежнему игрок столичного локомотива. Но говорят о том, что локомотив еще присматривается и даже не против приобрести удачно сыгравшего за свою национальную команду на чемпионате мира за сборную Туниса полузащитника Лайдуни. Он пока игрок Тренцвараша. Не будем забывать, что за результаты венгерского клуба отвечает, и, кстати, не без успеха, Станислав Черчесов. Экс-тренер сборной России. Ну и сегодня можно было прочитать, что, дескать, сделал предложение локомотив капитану, центральному защитнику бельгийского стандарта Дюссену. Но, в свою очередь, пока эта информация не подтверждается. И тут, как говорится, могут быть самые разные варианты. Ну что ж, все готово. Можно начинать. Ворота локомотива справа, ворота Бунеткора слева. С первых минут внимательно призывает своих партнеров, мы это слышали, Даниил Худяков. Совсем молодой голкипер, но уже набравшийся опыта, потому что он играет на уровне голкипера российской премьер-лиги. И провел большую часть матчей в этом сезоне, как основной голкипер железнодорожников. А опытнейший Гильермо в основном был в запасе. Локомотив сразу же забирает мяч, и начинается атака. Егор Погоснов, 59-й номер, будем с ним знакомиться. У него есть небольшой опыт игры в российской премьер-лиге, по-моему, в игре против кроссоветов. Где-то в начале сезона он выходил, еще и в кубковых встречах поиграл. Еще раз повторяю, говорят, с большущим потенциалом центральный защитник. Локомотив на чужой половине поля. Баринов комбинирует с партнером, с Тикнезианом. Затем мяч уходит в центр. Там Макеев. И уже через правый фланг начинают строить свою атаку железнодорожники. И опять мяч прилетает налево. Сюда смещается ближе к Тикнезиану Макеев. На предположенном фланге располагается Максим Нинахов. Тикнезиан, центр, капитан. Вновь с мячом Дмитрий Баринов. И пошире, здорово попытаться вот с помощью такой передачи расшатать оборону соперника. Растянуть ее, следует навес. Это Константин Мрадышвили пытался доставить мяч в штрафную площадь соперника. Ну, условия для проведения футбольного матча очень-очень хорошие. Солнце сейчас так не палит. Мы видим, что солнце за облаками. И, я думаю, комфортно себя чувствуют футболисты. Начавшие эту встречу. Но пока присматриваются друг к другу. И очень осторожно начинает эту игру узбекский клуб. Сухров Султанов, вратарь, достаточно опытный. 32 года ему. Играл в свое время за Самаркандское Динамо. И выступал за клуб АГМК. Уходил из Бунеткора. Затем вернулся. Основной голкипер команды. Крутится-вертится. Вокруг собственная осия. Игорь Иванович и новичок команды. Но мяч теряет. И вперед устремляется Камано. И опять через правый фланг пытаются лезть вперед, атаковать. Но без успеха железнодорожники. Мяч уже в центре. Пошире. Через лево. Мизидор комбинировал с Тикнезианом. И может быть сейчас мы увидим первый удар поворотом. И неплохой удар. Но мяч попадает в защитника. И к тому же было положение вне игры. И во время этой атаки московской команды. Так смело сыграл Мизидор. Взял игру на себя. Сместился ближе к центру. И даже нашел возможность для того, чтобы пробить поворотом соперника. Да, очень хотелось бы, чтобы у российского специалиста достаточно молодого, но еще раз повторяю, набравшегося тренерского опыта Михаила Галактионова получилось бы в локомотиве, чтобы наша тренерская школа доказала, что она лучше, например, тех немецких тренеров, которые, к сожалению, опустили локомотив на неприемлемые позиции в турнирной таблице российской премьер-лиги. Передача вперед. В Сеснастрии там должен действовать Игнатьев. Но его опережает вратарь. Да и защитники сыграли надежно, помешали. Йозеф Цинбауэр возглавлял команду. И у него действительно не получилось. Он со своими немецкими коллегами откровенно провалился. Исполнял обязанности в концовке первой части сезона главного тренера Андрея Федоров. Но вот теперь пришел Михаил Галактионов. Михаил Михайлович, 38 лет. Тренер молодежной сборной. Парень Нижний Новгород тренировал совсем недавно. Был в Ахмате. Тренировал юношеские сборные России. Но и он является воспитанником Динамо. Был и тренером в Академии Белоголубых. Первая атака узбекской команды. Здесь надо повнимательнее играть. Собственно, штрафное. Долго принималось решение. И в результате мяч вернулся футболистам в белоснежной форме. Нижний Новгород тренировал штрафную. Возможно, был офсайт. Игра продолжается. Смотрите, какая массированная атака со стороны. Бунеткора. И первый удар поворотом. Первый удар в створ в этой встрече. Спокойно, хладнокровно играет Даниил Худяков. И забирает этот мяч. Как-то несколько растерянными выглядели во время этой атаки игроки обороны. Зелено-красных. Но, в конце концов, все хорошо, что хорошо кончается. Да, матчи Локомотива на сборах вы можете смотреть на око. Следите за расписанием. Если есть такое желание, то все вы можете увидеть именно на нашей платформе. Но если говорить о Данииле Худякове, безусловно, очень талантливый голкипер. И, кстати, он и ряд его партнеров знают, скажем так, принципы, игровые взгляды, подходы, требования нового главного тренера Локомотива Галактионова. Потому что они сотрудничали в молодежной сборной и в юношеских и юниорских, в которых ранее работал Михаил Галактион. Худякову, кстати, совсем недавно исполнилось, 19 лет, 9 января. Поздравляем, воспитанник Академии Локомотива. Здесь в офсайт забирается Изидор. Смотрю я на статистику Худякова в чемпионате. И вот что вижу. 14 игр он провел, 29 мячей пропустил. Кстати, на его счету 1 голевой пас, 54 сейва и 1 сухой матч. Гильермо провел 3 игры в чемпионате, пропустил 4 мяча, 11 сейвов и 1 сухой матч. Ну, мы понимаем, что Локомотив находится почти что в самом низу турнирной таблицы. И турнирные показатели очень-очень плохие. 3 победы, 4 ничьих, 10 поражений, 20 мячей забит, 34 пропущено, 13 очков. В зоне вылета Химки 12 очков и Торпеда 6 очков. Это соседи по турнирной таблице железнодорожников. Худяков посильнее надо делать передачу. Князян к мячу поспевает. И посмотрим, как выйдут из обороны в атаку. Как переберутся на чужую половину поля. Железнодорожники. Чуть-чуть здесь мяч отпустил от себя Текнезян. И в результате он вынужден нарушать правила. Конечно же, была задержка. Прихватил крайний защитник Локомотива в этом игровом эпизоде Музафара Алимжонова. 29 номера Бунеткора. Так вот, смотрите. Меньше Локомотива в чемпионате забили только главные аутсайдеры. Химки и Торпеда. Больше пропустили только два клуба. Оренбург и Химки. Вот такие вот нерадостные, конечно же, результаты у Локомотива по итогам первой части сезона. Неплохо сыграно. Как раз передача пошла на активность сейчас играющего Алимжонова. Мяч уже в штрафной. Железнодорожников прострел. Это опасно. Будет ли удар по воротам? Претендуют на гол в этой атаке. Футболисты из столицы Узбекистана. Но и на этот раз опасность миновала. Все обошлось для Локомотива. Но некоторые провальчики мы наблюдаем. Вот в этих атаках, в самых опасных атаках Бунеткора. По внимательности, подсказам, понадежнее. Где-то, может быть, с зазорчиком. Где-то по согласованию надо играть защитником. И не стесняться Данилу Худякову подсказывать активно своим партнерам, своим товарищам по команде. Может быть, даже где-то и рыкнуть на них. Ну, это первая игра. И здесь говорить о каком-то высочайшем качестве, ну, просто нецелесообразно, неуместно. Высокие нагрузки получает Локомотив, игроки этой команды. И если заглянуть на официальный сайт, и не только официальный сайт Локомотива, то можно почитать интервью железнодорожников. И они говорят, что да, приходится, конечно же, сложно, тяжело. Ну, такова доля футболистов. Они прекрасно понимают, что на сборах труд, труд и еще раз труд. Семь потов, а может быть, и больше должно сойти. Все во благо команды, которая должна, безусловно, прибавлять во второй части сезона. Иначе болельщики не поймут. Первый угловой Миранчук собирается подавать. Мяч летит на ближнюю штангу. Там борьба, удар. И мяч залетает в ворота. Можно поздравлять Локомотив с первым голом в межсезонье. Не знаю, кто мяча последним коснулся, но очевидно, что Сухроп Султанов вынужден капитулировать. Обращается он к своим защитникам, которые, по его мнению, не доработали в этом игровом эпизоде и позволили пробить. Но весь вопрос только, кто после подачи Миранчука мяча коснулся. Кто автор гола? А гол случился у нас на 10-й минуте. Локомотив выходит вперед в контрольной игре против Буниткора. И вынуждены начинать с центра поля. Ташкентские футболисты. Хотелось бы дождаться повтора, пока мы не имеем такой возможности. Но молодцы железнодорожники. Пусть они и пропустили два контравыпада со стороны соперника. И действительно эти атаки Буниткора выглядели опасными. Даже один удар в створ ворот был нанесен. Данил Худяков этот мягче, играючи забрал. Ну вот. Заработали первый угловой. Классно сработали на стандарте. Москвичи. И вышли вперед. Вышли вперед. Было бы хорошо развить успех, а почему бы и нет. Локомотив продолжает атаковать. Пас на Изидора. И он вновь во всаде. Смотрите, уже во второй или третий раз. Десятый номер Локомотива забирается в положение вне игры. Немало было разговоров, что тот же Изидор или Камано может покинуть Локомотив. Может воспользоваться вот той ситуацией, которая сейчас сложилась. И во многом не за спортивной составляющей, а политической. И FIFA позволяет игрокам покидать российские клубы. Но пока мы видим, что и Камано, и Изидор не играют. Причем сегодня в стартовом составе. Вполне вероятно останутся в команде. Никуда не уйдут, никуда не убегут. Локомотив впереди. 1-0. Но, к сожалению, не могу я вам назвать автора забитого мяча. Потому что так повтор мы и не дождались. А на общем плане, вот как камера сегодня установлена, но там было не разглядеть, кто же нанес завершающий удар. Но то, что автор голевой передачи Миранчук, это очевидно именно Антон здорово навесил с дальнего угла поля, когда выполнял угловой. получил похвалу от Кудякова Погоснов, выбивший мяч. Седьмой номер Акбар Исматулаев. Опытный полузащитник, но при этом он новичок команды. Ему 32 года. Пахтакор, бывший его клуб, и Металлург. Малкобет. Но много молодых игроков, много. И вот в основном составе сегодня выходят Мандрю и среди запасных. Есть игроки, которым меньше 20 или чуть-чуть за 20. Вообще Бонеткор это достаточно известный, но в то же время как клуб, как команда молодая. Тем не менее, уже 5 чемпионских титулов завоеваны. И это говорит о многом. Но еще мы вернемся. Вернемся к тому, как выступал в последнем своем чемпионате ташкентский клуб. А сейчас все внимание к очередному угловому. Вновь у мяча Антон Миранчук. 11 номер Локомотива. И лучший бомбардер команды в чемпионате. 5 мячей он забил, правда, 4 спинати. 3 голевые сделал. Подача. Мяч пошел низом на ближний угол площади ворот. Сейчас справляются. Узбекские футболисты. Но вынуждены вновь обороняться. Игнатьев пытается тут напугать своими движениями. Вначале одного защитника, другого. Потом галкипера. Галкипера, знаете, выбил мяч не точно. Трессингуют железнодорожники и отвоевывают мяч. Очень хорошо сейчас они отработали. Коллективный отбор. Это здорово. Это классно. Да, у Локомотива, как и у ряда других команд, например, у ЦСКА, у Динамо, у Оренбурга, проходят в Объединенных Арабских Эмиратах. Абудаби следующий сбор также будет в Объединенных Арабских Эмиратов у Локомотива. Только они переберутся в Дубае. Абудаби – это столица Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, а Дубай – это крупнейший город Эмиратов. Запланировано на этих сборах Локомотивам провести шесть товарищеских матчей. Вы их увидите на окон. Так же, как и товарищеские матчи ЦСКА. Вновь Локомотив забирает мяч. Приближается к штрафной. Миранчук с левенькой пытался, чуть-чуть так маскируя свои действия, все-таки закинуть мяч в штрафную на партнера. Хороший отбор. Миранчук классно сыграл в этом игровом эпизоде. Там и Игнатьев тоже успешен. Баринов на Изидора. Изидоров один в один может обыграть. Он умеет это делать. Пытается корпусом раскачать соперника. И здорово уходит, подает. И это опасно. Мяч рядом со штангой пролетает. Вынуждено вновь голос повышать на своих защитников. Вратарь Муниткора Сухроб Султанов. Ну, несколько слов о футбольном клубе Муниткор. Муниткор известный и успешный клуб в своей стране. И, скажем так, в новейшей истории футбола Узбекистана. Основан он был в 2005 году. Как раз о молодости клуба я уже говорил. Получается 17 лет. Прозвище у этой команды «Ласточки» или «Азиатская Барселона». Ну, почему «Азиатская Барселона»? Потому что был этап у этой команды, когда она очень тесно сотрудничала с футбольным клубом «Барселона». Пять чемпионских титулов. Последний в 2013 году. Трижды брали серебряные медали этого ташкентского клуба. Последний раз в 2016 году. Четыре раза выиграли кубок. Последний раз в 2013 году. Пять раз играли в финале. Последний раз до финала доходили в 2017 году. Ну и, конечно же, большущий успех. Это одна-вторая Азиатская лига чемпионов в 2012 году. Шаги были от финала тогда. Болисты этой команды. Совсем недавно за этот клуб играл и россиянин Павел Могилевец. Не забыли мы такого центрального полузащитника. Ростов, «Зенит», «Рубин» и от других клубов, в которых играл Могилевец. Но сегодня мы его не видим в составе ташкентской команды. Но то же касается известных людей. Во-первых, у «Ниткор» тренировали в свое время Зико. Да-да, именно тот легендарный Зико, как игрок сборной Бразилии, как тренер. Кстати, именно из ташкентской команды он перебрался в свое время в ЦСКА, в российскую премьер-лигу. Также тренировал этот клуб из ташкента «Скалари». Ну и многое связывает Мирджала Косымова с этим клубом. Он тоже не раз его возглавлял. Так, здесь остановка, здесь пауза. Иранчук поднимается с газона. Но при этом арбитр показывает, что именно Антон нарушил правила в единоборстве. А вот желтая карточка у нас. Смотрите, штрафной будут бить футболисты Бунеткора. А желтая была показана, возможно, за реакцию игроку узбекской команды. Изначально Бунеткор назывался как Куфчи. Это строитель, но, как я понимаю, Бунеткор – это в переводе на русский «созидатель». Действительно, эта команда сотрудничала с Барселоной. Был организован мастер-класс с участием таких игроков, как Самуэль Тао, Пуёль, Иньеста, Фабрегас. И они приезжали в Ташкент. Ну и не будем забывать, что играл на закате своей карьеры, получив, я так понимаю, сверхвыгодное в финансовом плане предложение. Бразилец Ревалда. И он сумел наколотить за Бунеткор 43 мяча. И он третий бомбардир в истории клуба. Вот такая вот команда сегодня противостоит Локомотиву в рамках контрольной встречи в Объединенных Арабских Эмиратах. 1-0. Локомотив впереди. Пытаюсь их все-таки найти на просторах интернета. онлайн-трансляцию и все-таки уточнить, кто же забил у железнодорожников. Третий угловой. Третья попытка Мирончука. Первая была успешной. Его подача стала голевой. Навес. Мяч летит в район 11-метровой отметки. Там борьба. В ногу к Мирончуку мяч отскакивает. Он в касание. Подает. Ну и будет ли еще один удар? К атаке подключился и Макгеев, и Погоснов. Они навязывали там борьбу сопернику. Убились, но пробить поворотом так и не вышло. Вперед пошел Ардишвили. Мяч штрафной. Технезян. Налево напрашивалась передача. Здесь партнер предлагается. Открывается Тазидор. Хорошо в касании. Отличное взаимодействие у железнодорожников. И прострел. Наира Технезяна. Ротарь, как принято говорить, в таких ситуациях на месте. Перехватывает мяч. Сугроб Султанов. А на эту передачу, на этот прострел, там уже Игнатьев готов был выскочить. Я думаю, многие из вас имели возможность прочесть большое интервью, которое дал Иван Игнатьев. Ну и главное, на мой, во всяком случае, взгляд, это то, что признался футболист, у которого в свое время были проблемы с режимом. Что он пересмотрел свои взгляды. Что он становится намного профессиональнее, намного требовательнее к себе. И, как говорится, ночные клубы, гулянки и так далее и тому подобное. Все это уже в прошлом. Баринов. Миранчук. Уходит от соперника. Уходит вроде бы от Юлдошева. Но тут следует фолл. Нарушение правил. Тут даже у нас такая стичка возникает. Смотрите, какие эмоции. Ой-ой-ой. На ровном месте практически тут выяснение отношений. Капитан прибежал. Бунеткора. Вранжом Эргашев. Ну, по-моему, удалось погасить вот эти страсти арбитру. Да и многие игроки партнеров успокаивали. Князиан тут еще продолжает разговаривать. И все нормально. Все. Без проблем. Выпустили пар. Пар выпустили. По-моему, уже больше, как говорится, никто ни на кого не обижается. Вот. Кашев на ваших экранах. Капитаны. Жмут друг другу руки. Все в порядке. Ну, мне подсказывают партнеры, мои коллеги и партнеры тоже по эфиру, что мяч записан на счет Ивана Игнатьева, о котором я только что вспомнил, о его интервью. И вот как раз пришла подсказка, что именно он забил этот мяч. С чем мы его и поздравляем. На 10-й минуте Иван Игнатьев после углового с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот узбекской команды. 1-0. Этот счет держится. У нас середина первого тайма. Бежит 24-я минута. Смотрите, как потемнело. Такое впечатление, что может сейчас пойти дождь. Может быть, даже ливень. С одной стороны, хорошо, что солнце не жарит и не печет. С другой стороны, сейчас можно и нужно, в случае, если пойдет ливень, приспосабливаться к новым условиям во время этого матча. Давай шаг, 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 шаг. Нога уже, нога. Еще погос, еще погос. Перехват. Теперь уже со стороны. Погос, один в один. Скоро. Ну, здесь пас в ту зону, где только защитники московской команды. И спокойно с мячом справился Максим Нинахов. Контратака локомотива. По сути, первая в этой встрече. Она развивается быстро, стремительно, как и положено. Изидор. Он штрафной. И пытается то ли пробить ближний угол, то ли пытался прострелить. Но удар у него получился неточным, если он метил в ближний угол. Если я пытался сделать прострел, то безуспешно. Мяч вышел за пределы поля. Даже углового не заработал в этом игровом эпизоде Вильсон Изидор. У него хорошая скорость. Он, как говорится, с мячом на «ты». То же самое касается Франсуа Камано. И если эти игроки в форме, если, как говорится, на поле дурака не валяют, то они должны быть полезны для железнодорожников. И могут проявлять свои футбольные таланты. Напомню, что Изидор достаточно молод. Ему 23-й год идет. Воспитанник Рена поиграл в Монако, в Лавали и в Бастии. А Камано, 26 лет, Бастия Бордо, и он игрок сборной «Гвинеи». А вот и контратаку теперь мы наблюдаем со стороны уже соперника «Локомотива». Но надо бить с этой позиции, надо раньше встречать. Сразу два игрока «Локомотива» бросились под этот удар, а там ложное движение. Вы, кстати, в буфеты улетели. Удар последовал, но поставлен блок. Вдвоем, вдвоем! Не нападать! Чуть-чуть на флаг играет Юлдошев. Опасный момент! Очень опасный момент. Сейчас действительно счет мог стать ничейным 1-1. Дело завершается угловым, потому что успел кто-то из защитников «Локомотива» все-таки выставить ногу. Хороший эпизод. Давай с игроками, внимательно! А Вазбек Масалиев был близок к тому, чтобы восстановить статус-кво в этой игре. 22 года шестому номеру. Пахтакор, «Локомотив», только не московский, а ташкентский. В прошлом был в карьере этого футболиста и не в Чифергана. Вот первый угловой теперь уже у ворот «Локомотива». 28-я минута. Близкие сейчас были к успеху, потому что забить свой первый мяч. Ташкентские футболисты на ближнюю штангу. Подача! Мяч выбит! Подбор! За белыми. Пас вперед через левый край. Сейчас в атаке Бунеткор. Удалось пройти штрафную. И еще один угловой зарабатывает команда, которую возглавляет Тихмаджон Хашимов. Но еще раз повторяю, совсем недавно этой командой руководил Иван Бошкович, черногорец, у которого был день рождения первого инваля. Играл он у себя на родине, на Балканах. Скажем так, все-таки за не очень известные клубы. Как игрок успел выступить за несколько тайландских, тайских клубов. Немного было во Франции Иван Же. Чемпионат Узбекистана защищал цвета Насафа. Смотрю его статистику, был достаточно забивным футболистом. Второй угловой. И вновь справляется оборона локомотива. Мяч выбит достаточно далеко из штрафной площади. Но еще несколько слов о тренере, не знаю правильно говорить, экс-тренере Бунеткора или еще нет. Иван Ебошковича. Тренировал он молодежную команду Бунеткора. Ну а в сентябре 22-го года стал главным тренером. Но сейчас, еще раз повторяю, в протоколе значится как главный тренер Маджон Хашимов. А это только что был в кадре главный тренер, новый главный тренер локомотива, о котором я уже успел достаточно подробно поговорить. Каил Голктионов. Нет, нарушение правил считает судья Абб со стороны Погосного. Или все-таки сейчас через паузу судья Абб решил, что надо игру остановить. Обратите внимание, под каким номером играет Егор Погоснов за локомотив. Да, это номер ушедшего в итальянский чемпионат Алексея Меручука. Макгеев сделал пас направо. То, что касается Станислава, у него была очень серьезная травма, пришлось долго восстанавливаться. Сейчас все в порядке, со здоровьем. Сегодня он с первых минут играет в центре обороны в компании с 18-летним Егором Погосновым. Есть еще один молодой и очень интересный игрок, и он находится в запасе у локомотива. Возможно, мы и увидим его сегодня. Встречать, встречать! Речь идет о Вадиме Ракове. Ему 18 лет, воспитанник Академии клуба. Говорят, большой талант, очень забивной. Огромное количество мячей. На любой вкус он уже назабивал, выступая за локомотив 2. И не только за локомотив 2. У нас пока 1-0. 30 минут сыграно. В контрольном матче локомотив будет кор. Гол Ивана Игнатьева единственный. Миранчук. Изян в касание. Изидор тут же ускоряется. И вновь он в штрафной. И вновь он пытается прострелить. Зарабатывает угловой для своей команды. Но сейчас как бы ни в пустую, ни в холостую. Ускорялся, бежал в штрафную. В конце концов, полезное действие совершил Изидор. Потому что будет угловой. Крупнопланом Сухроб Султанов руководит обороной своей команды. Ну а гол пришел именно после углового. В начале встречи. В дебюте встречи. На 10-й минуте. Миранчук из этого фланга также навешивает. Несколько перестарался Антон в этом игровом эпизоде. Мяч пролетает над головами его партнеров и соперников. А затем уходит в аут. Да, Миранчук лучший бомбардир команды в чемпионате. Второй снайпер Игнатьев, забивший 4 мяча. Он на ручка 3 голевые. И также трижды ассистировал своим партнерам Живоглядов. Играющий на позиции крайнего защитника. Больше всех игровых минут в чемпионате у капитана Дмитрия Баринова. Принял участие он в 16 играх. Во всех встречах, правда с заменами отыграли два игрока. Тикнезиан, он сегодня в основе играет с левого в обороне, и Керк. Интересно, что самым недисциплинированным игроком локомотива по итогам первой части, я имею в виду количество желтых карточек, является Миранчук. И компанию ему составил МакГейль. По 4 желтые карточки получили эти футболисты. Так, Изидор решил пробить с правой ноги. Метров, наверное, с 20-22. Удар по большому счету все-таки не получился. Все равно надо искать моменты, надо выходить на ударные позиции. Не надо бить поворотом, поэтому отметим то, что Изидор как раз и пробил поворотом, пусть и выше цели послал мяч. Да, я смотрю статистика локомотива. В последних 10 матчах РПЛ всего-то навсего одна победа. И одна ничья, и 8 поражений. Но это просто какой-то кошмар. Так, вот может эта атака у Ниткора стать кошмаром для локомотива? Успевает выбить защитник мяч. Хорошо сыграл в этом игровом эпизоде, не растерялся Максим Нинахов. Благодарят его партнеры, но расслабляться ни в коем случае нельзя, потому что продолжает контролировать мяч команда в белой форме. Аут. И за боковой мяч в игру будет вводить Музафор Алимжонов. Ищет партнеров, находит. Красиво, но не точно сыграно в этом игровом эпизоде. Это 34 номер Сухроп Изатов. 23 года. Был во второй команде. Потом пробовал свои силы в Самаркандском Динамо. И вот сейчас играет в основном составе Буниткор. Токсизян на Худякова. Даниил управляет мяч в ноги Станиславу Баккееву. Баринов. И мы видим, как контролирует мяч. Локомотив уже на своем левом фланге. А так, Изидор сохраняет мяч. Пошел в обокрош. Не совсем удачно это сделал, но тем не менее. Потом сыграл точно в пас. А вот эта передача уже не привела к успеху Локомотив. И вновь Изидор в крупном плане. У Локомотива в чемпионате всего-то навсего 3 победы. Как говорится, с Гулькин нос. Но при этом из трех 2 с крупным счетом. Крупных поражений 3 Локомотив потерпел. Но очень много команд пропустило в первой части. 34 мяча на ноль две игры. И в шести встречах железнодорожники не сумели забить в рамках РПЛ. Так, подкат. Здесь было нарушение правил. Это не угловой, а штрафной. И достаточно опасный перспективный стандарт. Извиняется капитан Бунеткора. Самый старший, как я понимаю, на футбольном поле. Среди поболистов своей команды, да и вообще. 34 года. Иргашев. Игрок сборной Таджикистана. Центральный защитник. Ну вот в первые 10 минут после стандарта, после углового удалось отличиться железнодорожником. Сейчас бы неплохо было бы. Ой, как кстати. За 10 минут до окончания первого тайма вновь использовать стандарты забить. Стандарты все за Мирончаком. Он с короткого разбега. Много игроков. В зеленых футболках штрафной. Команост подходит поближе к Мирончаку. Длительная подготовка. Рефери призывают к порядку штрафной площади участников матча. Какие данные у Погостного? Посмотрите. Широкоплеч. Высок. И выше на голову, полголовы своих партнеров и также игроков соперника. Естественно, он должен при стандартах быть здесь штрафной. Пытаться выиграть борьбу в воздухе. Ищет свой шанс. Мяч идет на ближнюю штангу. Там Игнатьев то ли бил затылком, то ли пытался как бы продолжить передачу Мирчука, отправив мяч дальше. Но не получилось. Мимо цели. И уже с мячом футболисты из хлебосольного солнечного Ташкента. Рейсинг, локомотива. Отлично сыграно. Но жалко, что мяч не к своему отлетел. Тем не менее, Константина Марадышвили мы отмечаем. Один! 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 Хорош, Баран! Останавливают соперника железнодорожники. Коснов. По Коснову, прошу прощения. Один, Тики, один! Хигнезиан. Переводит мяч в зону Нинахова. Но, правда, партнер так подставил он этой передачей. Она была выполнена не идеально. Но, тем не менее, Максим отработал этот игровой момент до конца. И, кстати, мяч не вышел за пределы поля. Молодец, Максим Нинахов. Включилось освещение на местном стадионе. Мотив в атаке. Хорошо пропущен мяч. Как красиво, как здорово. А забить! Миранчук упускает реальнейшую возможность. Но как же классно разыграли. Как все было сделано. По футбольному, знаете, так действительно изящно, культурно. И все прошли. Прошли вот эти передачи. И вываливался один в один. Миранчук с голкипером. Жаль, что не положил мяч у ворота. Так, желтая. У нас теперь уже предъявляется игроку Локомотива. Предъявляется Фрунсуак Камано. У него желтая карточка. Но, к сожалению, повторы не украшают эту трансляцию. Не знаю, в чем там дело. Что там случилось у коллег. Но мы успели оценить красоту этой почти что голевой атаки Локомотива. Здесь взаимопонимание было на высшем уровне. Культура паса на высоте. Ну, здорово. С минимальным количеством касаний. Жаль только, что не забили. Голевой передачи. Миранчук мог сейчас приплюсовать еще и гол ворота соперника. Здесь нарушение напаринами. Фолл в атаке. Большая пауза возникает. Совсем скоро перерыв. Эти команды встречались. 23 января 2016 года. Семь лет назад. Матч был, естественно, тоже контрольный, товарищеский. И тоже в Угненных Арабских Эмиратах. И тогда Локомотив победил с крупным счетом 3-0. Алексей Миранчук открыл счет. Затем слово взял. Помните такого нападающего? Петра Шкулетича. И он оформил дубль. И все голы были забиты в первом тайме. Видим мы, что Константин Марадешвили сейчас последние минуты больше находится на правом фланде. Пытаются меняться местами игроки Локомотива. А Баринов не стесняется мяч контролировать и подпускает к себе очень близко соперника. А тот в конце концов нарушает правила. Это был 15-й номер. Ярузбек Хакимов. 28 лет. Играл раньше за клуб Сокдиан. Мяч теряет. Марадешвили. Тихтизян. Баринов. Правильно. Атаковали левым флангом. Не вышло. Можно направо. Там Нинахов всегда поддержит наступление. Тихтизян поднимает голову и призывает партнеров в его зону мяч перевести. А Локомотив атакует через центр. И неплохо. Игнатьев. Долго укращал мяч. В конце концов у него из-под ноги мяч защитник выбил. Локомотив второй волной идет вперед. Атакует. И вновь опасно. Прострельная передача. И там вратарь вначале коснулся мяча. Потом защитник чуть ли не с линии выбивает. И в конце концов мяч отлетает в руки Сухробу Султанову. Хороший игровой отрезок. Железнодорожники в самом конце первого тайма проводят. Охотно атакуют. Создают напряжение. Создают даже моменты. Единственный минус, что пока не забили второй мяч. Хотя шансы были. Мелкий фол нарушил правила Константин Мордишвили. Свалил он на десятки Бунеткора Расули Юлдаши. Уходил в аренду этот 22-летний полузащитник клуб АГМК. Ну вот вернулся. Самоотверженно сыграно. И мяч в падении удалось выпить за боковую. Ну не сомневаюсь, что в тайме втором мы увидим много новых игроков в составе Локомотива. Возможно и в составе Бунеткора. Но нас прежде всего интересует, конечно же, российская команда. В центре поля держит мяч. Борист Узбекской команды. Смотрите, как технично разобрался с соперником в этом игровом эпизоде. А главный мяч сохранил и сыграл точно в пас Расул Юлдаши. Борьба. Удар поворотом. Ух! Удар-то получился с левой ноги, с линии штрафной. И совсем рядом мяч пролетает. От цели. Заряжал 17-й номер новичок команды Игорь Иванович. Опытный игрок. 33-й год. Был близок он сейчас к тому, чтобы застать врасплох Данила Худякова и его огорчить. Совсем рядом пролетел мяч со штангой. Погоснов. Играет на Станислава Маккеева. Ну и спокойненько пытаются доиграть первый тайм, ведя в счёте железнодорожники. Технизян. Технизян и... Мородишвили. Играли за ЦСКА и вроде бы у них там были неплохие перспективы. Но затем они приняли предложение продолжить карьеру в Локомотиве. Являются игроками основного состава. Технизяну 23 года. Кстати, он родился в Санкт-Петербурге. Какое-то время проходил футбольное обучение в северной столице. Но затем, когда перебрался в Москву, уже оказался в школе Локомотива, а потом в Академии ЦСКА. Успел поиграть за курский авангард. Константин Мородишвили. 22 года от роду. Воспитанник армейского клуба. Игрок молодёжной сборной. Так, атака. Униткора. Погоснов. Встречает соперника. Ему помогает Технизян. Подача. Ой, как здорово! Мяч был доставлен сейчас в штрафную. И вот такое вот замечательное для узбекской команды продолжение. Удар в цель. Отчаянный бросок. Даниила Худякова не приводит к отражению этого удара. Удалось на 45-й минуте счёт сравнять футболистам Бунеткором. Ну, классная атака, великолепная подача. Но как же не доработали. Всё-таки, казалось, уже съели, накрыли там подающего. А он изловчился. Великолепно навесил. И 1-1. Ну, что ж, в целом Локомотив неплохо выглядел в первом тайме. Кстати, уже у нас команды отправляются на перерыв. Был забит достаточно быстро гол с железнодорожниками. Иван Игнатьев отличился. Но вот чуть-чуть не дотерпели до перерыва. Может быть, раньше времени успокоились. И пропускают достаточно обидный для себя гол. Москвичи. 1-1. Бунеткор показывает, что эта команда достаточно конкурентоспособна. Это не слабый соперник. Ждём, когда команда вернутся на футбольное поле. Продолжение следует... 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 Субтитры Продолжение следует... 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 Пас в касание, мяч штрафной Удар в ближний угол Парирует этот опасный удар с близкого расстояния Голкипер узбекской команды Правда, было положение вне игры Ну и неплохо там распорядился Мячом в начале атаки Михаил Щетинин 43 номер, совсем юный игрок Ему 17 лет Естественно, он из Академии Локомотива Локомотиве 2 поиграл, а начинал в Курске С большим желанием Вот эти новенькие, свеженькие игроки Вышедшие сразу на тайм второй Начали эту встречу Локомотив доминирует В целом, в первом тайме мне Локомотив больше понравился Нежели Муниткор Локомотив старался, во всяком случае, играть первым номером Кстати, когда надо было прессинговать Хорошо прессинговали подопечные Михаила Галактионова Но это только первая игра На сборах Еще раз повторяю, команда под нагрузками И ждать Что-то необыкновенного В исполнении Локомотива Просто Смех подобный Но тем не менее, в целом Деловито Локомотив играл достойно В первом тайме Жаль, что только пропустили Буквально перед самым перерывом Жаль Марко Рокьянц появился Он в роли центра форварда Он заменил, как я понимаю, Ивана Игнатьева Забившего на десятой минуте Много было, скажем так, дискуссий По поводу того На какой слог у Марко надо делать ударение Но я специально связался с пресс-аташе Локомотива перед началом этой встречи И Артем Загуменов Мне сообщил, что на букву я То есть на последний слог Ударение у этого балканца Так что он Марко Рокьянц Марко появился Относительно недавно в Локомотиве Игрок сборной Черногории Кстати, уже успел дебютировать в сборной В 22-м году Клуб из Узбекистана Взял мяч под контроль Но нет продвижения вперед Катают на дальней бровке Теперь он в центре Но я вижу, что и есть замены В составе соперника Локомотива Тоже появились несколько новых игроков Будем пытаться сейчас понять Ху из ху Вот седьмой номер Акбар Смутулаев Продолжает играть Он вышел с первых минут И он на поле Только что начал атаку своей команды По 3-4 номеру игра Сухроп Изатов С капитанской повязкой На эту встречу команду вывел Ветеран Иргашев Четвертый номер Спокойно Локомотив Не то чтобы отбился А просто встретил эту атаку И готов был Тут же свою организовать Если бы передача была поточнее А Керк Находящийся в центральном круге Поднимал руки Сигнализировал Дескать Я тут рядышком Переадресую мне мяч Сюда Свободная зона Будем опасно атаковать Керку 27 лет Голландец Ну у него суренавские корни На родине Нидерландах Защищал цвета Утрехт 1-1 на око Мы смотрим с вами Товарищеский матч Который проходит В Объединенных Харапских Эмиратах В Дабе Локомотив Бунеткор 1-1 Оба мяча были забиты В первом тайме В сильно изменившемся В составе Локомотив играет В тайме втором Это сборы Действительно надо давать Возможность И любой тренер Практически всегда Этим пользуется Практически всем Кто жив-здоров Кто готов Играть Показывать У кого-то больше Игрового времени У кого-то меньше Но шанс будет предоставлен Всем Без исключения Много подсказа Без подсказок Ни в коем случае Нельзя играть На футбольном поле Да Капитан остается в игре Центральный защитник Иргашев У нас Был такой эпизод Когда Сцепились футболисты И выясняли отношения Ну До драки К счастью не дошло Но эмоций было Даже очень много Поставил Локомотиву Желтую карточку Получил Франсуак Комано Длинный пас вперед Хорошо сыграл Керк А затем Контакт и угловой Контакт с ногой защитника Немало угловых В первом тайме Подавал Миранчук Первый самый успешный Голевой пас Игнатьев Отлично воспользовался Своей возможностью Высоко выпрыгнул Переиграл В районе Ближней штанги Соперника И пробил Точно в цель Подача Будет ли удар Поворотом Нет Но подбор Остается За москвичами Удалось мяч сохранить Ценой подката Назад На вратаря Керк Прострелит Дальняя передача Защитник Падения Мяч выбивает Его тут же подхватывает Михаил Щетинин И 17-летний юноша Играет в центр А пробить с линией штрафной Надо бить И неплохо получается Чуть высоковато Но все равно Неплохой эпизод Есть завершение У этой атаки Это Вадим Раков 27-й номер Я уже о нем говорил Позволил себе Его так Прорекламировать Но действительно Он Своими Многочисленными Голами Пусть и Не на самом Высоком уровне А на уровне Там Второй команды Заставил о себе Говорить Судя по всему Такой знаете Действительно Прирожденный Бомбардир И в скором времени При правильном отношении К делу Чтобы там Не дай бог Какая-либо Звездная болезнь Его не задела Может Вырасти Серьезного игрока Может быть даже В звезду В будущую Локомотива Вадим Раков 18 лет Воспитанник клуба 9 января У него был день рождения Да Дебютирован в российской Премьер-лиге В пятом туре В матче Против крылья Советов Есть у него Небольшой кубковый Опыт Это уж касается Кубка Да В чемпионате Дела у Локомотива Плохи Но команда Конечно же Собирается При новом Тренировском штабе Который возглавляет Михаил Галлокионов И справится Во второй половине Чемпионата Ну а в кубке Удалось выйти из группы Плей-офф И в плей-офф Ближайший соперник Московский Спартак Мы увидим с вами Два кубковых дерби 22 января И 1 марта Первого матча Локомотив будет принимать Спартак Во втором Отправиться к нему В гости Ну а если вспоминать Кубковые игры Локомотива То соперники были В группе Краснодар Бывшая теперь Уже команда Галлокионова Пари Нижний Новгород И Химки Да вот в воротах Как раз Новичок Но уже достаточно Опытный голкипер Очень часто Выручавший Своих партнеров В Химках Но теперь Вот получается Так вернувшийся В локомотив Илья Лантратов 27 лет Лантрату Повышается Конкуренция По вратарской линии У локомотива Никому Нельзя расслабляться Не совсем еще Юному Худякову И Ветерану Команды Гильермо А как время Бежит в бразильцу Гильермо Уже 37 лет А он с 2007 года В локомотиве Там на дальнем плане Мы видим Тренера локомотива Михаила Галактионова Кстати На счету Один удар В створо-ворот И не очень-то опасный А вот второй удар Привел голу Ну там нет вопросов Кудякову Здорово был выполнен удар Головой С близкого расстояния Там просто-напросто Надо было Делать все Чтобы накрыть Передачу соперника С флага От углового флага С фланга Не получилось Это уже Здорово На Керка Делает передачу Щетинем Керк Его хватает За фулок Это желтая карточка Я думаю Даже в контрольном А тут что положение Вне игры было У голландца Или что Нет Вот как раз Все нормально По эпизоду Правильно Желтая карточка Выписана нарушителю Потому что даже В контрольном матче Ну надо здесь Судье реагировать Срыв Причем такой Знаете Откровенный Срыв И нарушение А у нас Замена в составе Команда Из Украинстана Но тут Трудно понять Кто ушел А кто вышел Надо хотя бы Увидеть Какой номер На футболке Ушел Замену игрока 62-я минута Прежнему счет Ничейный 1-1 Локомотив Ищет Счастье У чужих ворот Пытается забить Свой второй угол И вновь Вырваться по счету Вперед Внимание К этому моменту Керк Сам заработал Шратной Сам навесил Удар следует Бил Марко Раконьяц Но Не точно Команды из Ташкента Лихо пытается Атаковать Сходу Но здесь Можно называть Этот фол Это нарушение Масалиев Нарушил правила Керк Неплохо Он включился в игру Выйдя на замену И пожалуй Через правый фланг Более Активно И акцентированно Атакуют Железодорожники Во второй половине И связка Керк Живоглядов Работает Да и тот же Щетинин Из центрального Круга Частенько Направо Делает передачи А не налево Конец Успеет пробить Питается К Щетинину мяч Отлетает Он в штрафную Здесь падение Арбитр не посчитал Что у него появился Повод назначить Одиннадцатьметровый удар А вот здесь Он уже увидел Фолл со стороны Футболистов Московской команды Вечереет Ветерок Небольшой Комфортное условие Для того чтобы Играть Так у нас Замена Глушенков выходит Тем временем Миргашев Сильно бьет вперед И легко забирает Мяч В руки Илья Лантратов Да Мы видим Что под пятнадцатым номером Вышел новичок Локомотива Максим Глушенков Посмотрим Как он себя проявит В этом матче В составе Новый команд Максиму 23 года Прошел через знаменитую Академию Коноплева Был в школе Локомотива Затем уже Перебрался В Чертаново В Спартаке В Химках В Крыльесоветах Давно дебютировал В сборной России Пирог национальной команды Безусловно Очень талантливый Футболист Уже набравшийся Необходимого опыта Пеняев Не играющий сегодня Его младше Моложе Но тоже Талантище Кузьмичев Разположился В центре обороны И сыграл На фланг Кузьмичев Живоглядов Неплохо Железнодорожники Держат мяч Подыгрыша Был Вадим Раков Да и Март Мампаси Конечно же Он также сейчас Играет В центре поля Пара центральных Защитников Кузьмичев Мампаси Опасный момент Надо забивать Удар в ближний угол Керка нанес Воротарь Надежен Спасает свою команду Сухроп Ну вот в одном протоколе Он значится как Султанов В том протоколе В котором Я вижу Он значится как Султанов Ну В случае А в официальном протоколе Этого товарищеского матча Написано Султанов Так У нас Замена Пятнадцатый номер поля Покинул Это Исурбек Хакимов И вышел Тридцатый номер Лобеган Каримов Такая вот замена Сейчас произошла У Лоба Из Узбекистана 68-я минута побежала Во втором тайме Пока Моголов с вами не видел Но Локомотив Более энергично играет Эта команда Как в целом И в первом тайме И в тайме втором Доминирует Играет с позиции силы С позиции сильного Есть подходы Возникают даже моменты Но никак не удается Все-таки Продавить оборону соперника К тому же в ряде эпизодов Надежно сыграл Вратарь Локомотив сыграет Еще один контрольный Матч На этих сборах В обменах Арабских Эмиратах Сыграет Против футбольного клуба Родина И Эту встречу Вы тоже сможете Увидеть на око Ну с заменами Мы с вами разобрались Здесь состав Был полностью Изменен Лантратов Кузьмичев Мопасим Жвоглядов А вот еще и по 12 номерам Кого я не разглядел Марио Митай Вышел Указ Щетинин Куликов Керк Раков И Раконец И вот только что Буквально несколько минут назад На поле появился Лешаков По-моему он заменил Щетинина Самого юного игрока 17-летнего Пасим Играет на фланг Мяч вновь у этого Центрального защитника Он с недавних пор Является счастливым Обладателем Российского паспорта А вообще воспитанник Донецкого шахтера Нервис африканский корень Как я понимаю Отец у него Африканец А мать Украины Атаке локомотив Раков У него очень хороший удар За пределы штрафной Пока в этой встрече Он нам этого не демонстрировал Он умеет забивать Ударами с дальней Средней дистанции Пукас назад Тут же мяч подхватывает Иван Кузьмичев Наживо оглядывал Живо оглядыв точен Хорошая позиционная атака В исполнении москвичей Старается Полезно действует В середине поля Не только Как разрушитель Но и созидатель Артем Картукас А этот мяч Становится легкой добычей Голкипера Багенкора Ну а возвращаясь Центральному защитнику Марку Макбасим Он еще молод Ему нет 20 лет Родился он кстати В Донецке Пустяк Академии Этого клуба Данные у него хорошие Но пока все-таки Ему надежности не хватает Если вспоминать Многие матчи Первой части сезона Есть над чем работать Есть куда двигаться И расти А вот его напарник По центру обороны Иван Кузьмичев Он уроженец Самарской области И опять-таки Мы вспоминаем О Академии Академии Коноплева Он тоже Там обучался Играл в Тольяттинской Ладе и в Урале Игрок Имеющий опыт выступления За молодежную сборную Так что он хорошо знаком Нынешнему тренеру Локомотива Михаилу Галактиону Бунеткор в Атаке Будет удар Поворотом Удар Прицельный Блок ставится А затем Своевременно выходит Навстречу Мячу и сопернику Илья Лантратов Небольшой контакт Но все Живо-здорово К счастью Все нормально Кузьмичев Арбитр Призывает Взять паузу Потому что Судя по всему Еще одна замена Здесь мы можем Только догадываться А Замена очередная Уже в составе Бунеткора 25 номер Выходит 10 уходит Расул Галдошев Под 25 номером Сейчас мы Уточним Посмотрим Протокол Мухаммад Сафо Фазилов 25 номер Новый участник Этого Противостояния В рамках Товарищеского матча Жесткий стык Все нормально Никто ни на кого Не обижается Каз поднимается Готов играть Никаких пауз То что касается Высшего Фазилова Могу сказать Что он игрок Достаточно молодой 20 лет Полузащитник Лохматив Атаке Хорошо разбирается В очередной раз В середине поля Соперникам И делает Точную передачу Артем Указ Но Затем не было Острого продолжения К сожалению Артем Выпускник Академии клуба Уроженец Города Бийск Кстати Отец У него Достаточно В прошлом Был известным Футболистом Местной команды Прогресс 20 лет Артему Указу Униткор В атаке Перевод Налево Здесь Живоглядов Контролирует Ситуацию Парк По прежнему Футболисты Из солнечного Узбекистана В своем национальном Первенстве Оно завершилось Потому что Проходит по Схеме Как когда-то у нас Весна-осень Буллинкор Занял восьмое место Команда из Ташкента Набрала 34 очка За чемпионство Бились Пахтакор И Набахор Пахтакор стал В очередной раз Чемпионом Узбекистана На одно очко На Манганский клуб Опередив Ну и Бунеткор Не боролся Так получилось За места Которые позволили бы Участвовать В международных Клубных турнирах На 10 очков А с этой самой Как мы говорим Обычно Еврокубковая зона Отстала команда Кстати Следующий товарищеский матч У команды из Ташкента Против Еще одного Российского клуба Краснодара Этот матч Запланирован На 24 января Да Манганский Даже с минусовой Разницы Запитых и пропущенных Мячей Закончил Чемпионат 29-37 Не самый лучший Сезон Нельзя его никак Назвать Для Этой популярной И уже можно сказать Титулованной команды Достаточно Низкое место Для себя Этот клуб Занял Когда-то В этой команде Играл Хорошо Нам знакомый Поступлением За футбольный клуб Ростов Сейчас играющий В Италии Нападающий Сбурной Узбекистана Элдор Шамуродов 1-1 7 лет назад На сборе Бобилов-Харабских Эмиратах Локомотив Играл С Будеткором И выиграл С крупным счетом 3-0 Сейчас счет Ничейный Локомотив В прошлом сезоне Занял шестое место Тоже результат Для локомотива Не очень Мягко выражаясь Хороший А ведь до шестого места Смотрите Все время В тройке Был локомотив Третье Дважды Второе место Чемпионство Было Ну а худший Результат За последние годы В 16-17 сезоне Шестое место В прошлом сезоне А сейчас 14-е Но есть время Для того Чтобы исправиться Вторая часть Чемпионата Именно К этой Важной второй части Сезона Локомотив Сейчас готовится В Объединенных Арабских Эмиратах И сегодня играет Контрольный матч Против ташкентского Униткора Капитан уходит С поля Передает Партнеру Умасалиеву Уходящий С поля Эрганшу Капитанскую повязку Еще одна Замена Судя по тому Как развиваются Футболки И вратарский свитер Игроков Локомотива Ветер Дует сейчас В сторону Ворот Лантратова Он пока Играет на ноль В своем Первом матче За Локомотив Я вот смотрю Как Будниткора Играет Последнее время Да Восьмое место За последние годы Это худший результат В чемпионате Узбекистана В прошлом сезоне Пятое место До этого Четвертое Третье Дважды Потом опять четвертое Потом серебро В шестнадцатом году Ну и последний раз Чемпионом эта команда Становилась в тринадцатом году Хороший пас Глушенков Касание Здорово сыграл Новичок Локомотива Очень здорово И Обратный пас Глушенков уже штрафной Может быть делает голевую Хороший прострел Но он не становится голевым Партнер чуть-чуть не подстроился Под этот прострел И толком по мячу не попал А был шанс Занести мяч в ворота У Ракова Мог забить Двадцать седьмой номер Вадим Раков Ну как же хорош был Глушенков Он начал эту атаку В касание Затем Поддержал ее Своим Прекрасным рывком И хороший прострел Не повезло Вадиму Ракову Мог локомотив Сейчас выйти вперед Одна из лучших атак Сейчас получилась У локомотива Причем такая быстрая Резкая У меня сейчас говоря Нет никаких сомнений Что Глушенков И тот же Пеняев Помогут Серьезно помогут У локомотиву Во второй части сезона Он по семь Прикрывает мяч корпусом Его атакует соперник И затем пас вперед К тому же точный Хотя Марк попал Под прессинг Со стороны игрока Будет Кора Возьмичев Играет в центр Куликов вперед Перевод Глушенков Живоглядов По флангу Глушенков Другое решение На фланг И вот Тут мяч возвращается Вроде бы Как раз под рывок Возвращается на правый фланг Под рывок Живоглядова Но надо было делать Пас на ход Хорошую передачу Не сумел сделать В касании Вадим Раков Имевший момент свой Буквально пару минут назад Восьмидесятая минута Пас вперед делает Бульмас Алиев Локомотив Забирает мяч Букас Живоглядов Ну то же касается С владением мячом В этой встрече Локомотив имеет Неоспоримое превосходство Над соперником Подставлял соперника Недостаточно Без должной силы Отправлял мяч назад В этом игровом эпизоде Данил Куликов Мог случиться перехват А вот с этой позиции Если бы Побыстрее сориентироваться Можно было бы справненько И зарядить поворотом Нет, не вышло Нарушение правил Кузьмичев должен Отдать мяч Противнику Близится к завершению Этот контрольный матч У нас 1-1 81-я минута Только что в кадре Промелькнул Хорошо сыгравший Уже в ряде эпизодов Максим Глушенков Я так понимаю Что все игроки Заявленные на эту встречу За исключением Никиты Матюнина Галкипера Вышли играть Последним вышел Максим Глушенков Заменивший Михаила Щетинина Который в свою очередь Вышел сразу же После перерыва И замены В составе Команды Из Ташкента 99-й номер Умитбек Султанов Он в игре Мидбек Султанов Вот так правильно Произносить его фамилию Исправляюсь 19-летний игрок Из молодежной команды Вышел он сейчас На последние минуты Этой встречи Ну если исходить Из Общей Картины игры В принципе Локомотив Предпочтительнее Смотрелся И смотрится И я думаю На свой второй мяч Наиграла команда Галактиону Но реализация Несколько Хромает Надо было Хотя бы Один из своих моментов Использовать Через дорожников Из-за боковой Призадумался Но все-таки Ввел наконец-то Мяч в игру Марио Митай 12-й номер Расположившийся На левом фланге Обороны Локомотива Молодой игрок 20-й год Ему идет Но тем не менее Он уже Играет за сборную Албании В сборной Кстати он дебютировал Когда ему было 17 лет Самый молодой Игрок сборной Албании И в истории Успел поиграть В греческом Аеке Так Локомотив Обороняется Неплохую Атаку Проводят Пополисты в белой форме Прострел И вновь Надежно играет На последнем Рубеже Локомотива Илья Лантратов Так Хороший пас Нет положения Вне игры Что дальше Гоняц Чисто 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 Гоняц Жет поддержки От партнеров Сам в одиночку Не полез Штрафную Глушенков А вот здесь Ошибся Достаточно простой Ситуации Максим Лантратов Вышел За пределы Штрафной площади Подстраховал Своих центральных Защитников Пасти К ближнему В центр Артем Карпукас Из района Центрального Круга Направо Ближе 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 Удастся Зайти в штрафную Получается У локомотива Это Керк И все-таки Теряет мяч Московская команда Брось Брось Вводим Тарисмон На финише Первая часть сезона Локомотив В последних Четырех встречах Не сумел Одержать Ни одной победы Была Лишь гостевая Ничья С Уралом 2-2 А потом Три поражения Но правда Поражения Такие знаете От мощных Соперников Все равно В конце концов Локомотив Это один из Грандов Нашего футбола Но который Переживает Сейчас Не самые лучшие Времена А может быть Надо говорить Переживал Давайте все-таки Верить Михаила Галактионова В российский Тренерский штаб Железодорожников Другомодцев Немцев Локомотив Забуксовал И упал В зону Стыков Да Уступили Динамо ЦСКА И Спартаку Вот в последних Четырех встречах Была ничья С Уралом Без побед Нетокор Атакует Жилоглядов Не пускает К мячу Соперника И позволяет Илья Лантратову Мяч забрать Да У Локомотива Впереди Кубковая встреча Против Спартака То же касается Чемпионата 4 марта Играть на выезде В Ростове 11 Также на выезде Встречаться С Ахматом Грозным И домашняя игра Будет 18 марта Дома Против Краснодара Была ужасная Серия У Локомотива Это 8-12 Туры В РПЛ Когда 5 поражений Подряд Потерпели Железнодорожники Но лучшая серия Очень скромная В 6-7 туре Локомотив сумел Одержать 2 победы Подряд В своем последнем Матче в чемпионате Который уже Завершен В отличие от российского В Узбекистане Суперлиге Дома Пахтакору Уступил Бунетгор Чемпиону Будущему 0-2 Вот редкая история Для тайма второго Чтобы так достаточно долго На чужой половине Поля с мячом Находились белые Комбинируют они На дальние бровки Все конечно же Относительно Но в первом тайме Все-таки состав У Локомотива Был Больше похож На основной Ну плюс-минус Во втором тайме Много молодых игроков Появилось И нельзя сказать Что Локомотив Во втором тайме Хуже стал играть Чем в первом Но не удалось забить Зато пока Скажем так Условный второй состав Держит свои ворота На замке Но еще играть Несколько минут Уходит с поля Недолго поигравшись Капитанской повязкой Шестой номер Авазбек Пульмасалиев Так у нас 49-й И 37-е номера Вступают в игру 37-й номер Кохрамунов 49-й Зеводинов Вот кто вышел На замену Только что Ну Галактионов Сразу же сделал После перерыва Глобальные замены Состава А тренер Будеткоро Так знаете Дозировано Эти замены Делал Их тоже Набралось Немало В своем первом матче На сборах Профессиональный футбольный клуб ЦСКА Сыграл в ничью С клубом Из Танзании Симба 2-2 В первом тайме У армейцев Был состав Больше похожий На основной И в результате Два мяча Африканцам Отгрузили армейцы В втором составе Сплошная практически Молодежь Там усиленная Несколько игроками Основы Ну вот второй состав В той игре Опять таки Условный Естественно Позволил Симбе Счет сравнять В результате Ничья 2-2 Дождались мы Удара Ракова Правда этот удар Получился не точно Мяч по-моему Свалился немного С подъема И Ушел за пределы поля Пролетел мимо Створоворот Не знаю Может так случиться Что и в первом матче Локомотива На сборах В Бенглеб Арабских Эмиратах Будет зафиксирован Ничейный счет Как у ЦСКА Станет ли арбитр что-то прибавлять К первому тайму Он ничего не прибавил Даже по нашему секундомеру Такое впечатление Что на 15 секунд Раньше И в течение первых 45 минут Реферим Своим ЦСКА Предложил команду Уйти на перерыв Ну а что сейчас будет Вот-вот и у нас Побежит 90-я минута встречи Еще раз подчеркиваю Просто на этом Станцами Локомотив Пока не обыгрывает Клуб из Узбекистана Хотя может сейчас забить Буквально в самом конце встречи Глушенпов В окружении скис соперников Живоглядов Угловой И возможно это Последний шанс Локомотива Тут все зависит от того Станет судья Накидывать какие-то Компенсированные минуты Или нет Но вот Начали эту встречу С углового Который привел голову Может быть и закончит Так же Локомотив Так вот Все нормально Мне кажется Все идет по плану Как и у ЦСКА Так и у Локомотива Мы на око Видим встречи Товарищеские этих команд Еще увидим Вот Локомотив в атаке Будет ли удар по воротам Хороший момент Но тащит Достаточно сложный удар Вытаскивает мяч Из-под перекладина Сухроб Султонов И все Это был последний момент В этой встрече Локомотив мог буквально Вырвать победу У команды из Ташкента Под названием Будеткор Но не получилось Хорош вратарь Спас В результате 1-1 Напомню Что автором Мяча в составе Локомотива Стал Иван Игнатьев Забил он головой После углового Искусно выполненного Антоном Мирончаком Впереди еще много Очень много работы А также контрольных встреч Мы с интересом На ОКО будем следить За нашими клубами В частности За Локомотивом И другими Которые работают Сейчас в Убеденных Арабских Эмиратах Затем продолжат Трудиться уже В Турции Ну а то же касается Этой встречи Она завершена В заключении Ваш комментатор Владислав Батурин По традиции Благодарит коллег За хорошо проделанную работу Вас друзья За внимание К этой игре И ко всему тому Что от всего сердца От всей души Искренне делает для вас ОКО Счастливо До новых встреч Удачи